Доброе утро, добро дошли у Цинногора, что в переводе с сербского обозначает Доброе утро, добро пожаловать в Черногорию. Черногория это небольшое государство на юге Европы, уютно расположившееся на побережье Адриатического моря. Официальный язык страны Черногорский, хотя на нем говорит лишь треть населения, подавляющее большинство разговаривает на сербском. Четверть населения Черногории проживает в столице, Подгорице, а общая численность населения примерно 680 тысяч человек. К примеру, в одном только Екатеринбурге жителей в 2,5 раза больше. Вместе с вами мы отправимся на север, посмотрим на каньоны реки Тары, посмотрим на мост Дурджевича, посетим монастырь Острок. Кроме того, мы отправимся на юг, там мы увидим с вами Боко-Которский залив. Ну и разумеется, начнем мы со столицы Черногории, Подгорицы. Сейчас мы в самом ее центре, на площади республики. Первое поселение на месте современной Подгорицы было основано еще в каменном веке. До нашей эры здесь жили лирийские племена, а потом эти земли завоевали римляне. Название Подгорицы впервые упоминается в 1326 году в судебных документах Которского архива. Город был богат, так как через него велась торговля между Дубровником и Сербией, в те времена очень оживленная. В Подгорице расположен единственный государственный вуз в стране, университет Черногории. Мост Миллениум был открыт 13 июля 2005 года, в День независимости Черногории, и стал довольно быстро одним из самых популярных мест Подгорицы. Этот мост Вантовый, это значит, что его держат тросы, 12 основных тросов держат дорожное полотно, и еще 24 контрфорса. Интересный факт. В Черногории по автомобильному номеру можно легко понять, из какого он города. Вот эта часть обозначает страну. Монтенегро, Черногория. Первые две буквы – это обозначение города. ПГ – Подгорица. Значит, она местная. Этот автомобиль приехал в Подгорицу из Будвы. Вот все автомобили, все местные из Подгорицы, а вот тот, например, из города Никшич. За моей спиной храм Воскресения Господня – это самый большой храм православный в Черногории. Его строительство началось в 1993 году и длилось 20 лет. Его официальное открытие было всего лишь два года назад. Несмотря на то, что большая часть населения Черногории – православные христиане, она была единственной мировой державой, где в столице не было своего кафедрального православного собора. Архитектором собора выступил Педжа Ристич, на счету которого уже было около 90 церквей. Основа храма сделана из грубого камня, который мастера отесывали прямо на месте, что создает ощущение древности места. Интересно, что 17 колоколов отливалось в Воронеже. Один из них весит целых 11 тонн, что делает его рекордсменом на Балканах. В свою очередь, главная люстра в храме весит 1200 килограммов и составляет 9 метров в диаметре. Это самая большая церковная люстра в Европе. Если не знать, что мы сейчас находимся в Подгорице, то вполне можно предположить, что мы сидим где-нибудь на Уралмаш, потому как строение, находящееся за моей спиной, очень напоминает здание эпохи конструктивизма. Храм Пресвятого Сердца Иисуса построен во второй половине 20 века для немногочисленной общины католиков Подгорицы. Строение выполнено в стиле брутальной архитектуры в простых геометрических формах. Хотя по замыслу архитектора церковь должна была выглядеть, как корабль с мачтой колокольней, но фасад здания, к сожалению, не был завершен. Мне одного рождения мало, расти бы мне из двух корней. Жаль, Черногория не стала второй родиной моей. Это великие слова Владимира Высоцкого. И где, как ни здесь, в центре Черногорской столицы, чувствуешь российский дух? Слева от меня памятник Владимиру Высоцкому, а справа чуть подаль пешеходный Московский мост. Я, как фанат кофе, не мог не посетить местную кофейню. Вообще, по европейским меркам, это довольно необычная кофейня. Во-первых, здесь разрешено пить алкогольные напитки и курить, чего не разрешено вообще делать в Европе. И, несмотря на то, что Черногория является кофейной страной, найти здесь хороший и вкусный кофе довольно тяжело. В Екатинбурге, на мой взгляд, кофе гораздо вкуснее. Кроме того, у нас лат-арт, он практически повсеместно встречается. Здесь о нем даже не слышим. Ходили по мостам, посещали церкви, изучали кофейни. Иван Иванов, Денис Петров. Специально для утреннего экспресса. Подгорица, Черногория.